Друзья, всем привет! С вами Немонте. Сегодня вам хочу показать пляж и набережную Рафаиловича. Это община Будве. Я сейчас как раз начинаю ее с бечев и мы заходим в Рафаиловича. Давайте посмотрим. Как выглядит Рафаиловича? Вот, можно посмотреть ресторанчик. Папилон. Цены. Пишется, видите, на Черногорском. И на Русском. Там мы видели с вами еду, а здесь идут напитки. Видите, кафе-бар, папилония. Папилон. Также можно заказать здесь пиццу. Кусочек пиццы. Гирос. Гамбургер. Тут же вам уже приготовят его и выдают. Видите, как удобно. Под сосной находится горочка, чтобы ребенок мог спокойно прокататься. И не нагревалось. И вы сидите, тоже пьете кофе и любуетесь морем. Давайте посмотрим даже, как это все выглядит. Сидим, пьем кофе и смотрим, как люди купаются. Ступенька можно спуститься вниз. Пляжики стоят еще не готовы, еще их не выложили на пляже. Здесь зеленая скала. Зеленый камень. Такая порода здесь, в Рафаиловичах. Вот впереди мы видим с вами гора застроенная. Там находятся отели и апартаменты. Люди уже загорелые, красные. Отель достраиваться. Может быть эта часть в этом году уже запустится, будет работать. Скажем так, в августе месяце. Возможно. Рафаиловичи. Маленький поселочек. Но пляж здесь тоже считается длинным, потому что соединяется с бечищами. Вот бесплатный пляж, где вы можете с зонтиком, с полотенцем лечь, позагорать. А есть платный, где берете лежак и зонтик. Можно взять в аренду даже катамаран. Кипарисы. Пальмы, кипарисы. Очень красиво. Все смотрится. Вот люди сидят и в карты играют. Звучит музыка. Звучит музыка. Вот здесь будет пекарня, вот видите 100 метров будет пекарня, где можно купить выпечку. Здесь можно купить мороженое детям, и не только детям, и себе, а здесь спуск к пляжу, видите, везде людей очень мало, можно спокойно прийти купаться друг от друга минимум как на 2-3 метра находится. Здесь, если у вас телефон сел, вы спокойно можете прийти и подзарядить телефон, компьютер, планшет. Вот здесь есть такие лавочки на солнечных батареях работают, здесь бесконтактная зарядка. А здесь можно подсоединить, подзарядить. А здесь еще как раз на пляже есть в Рафаиловичах детский лагерь, где детки отдыхают летом. Вот пляж, переодевалочка. Прямо на берегу моего урна есть, где можно выбросить мусор. Скажем так, косточки от абрикос, от череш, слив, скурка от бананов. А вот уже пошли ресторанчики, где можно посидеть, выпить. На столе находится меню, можно посмотреть с картинками, что здесь можно позавтракать, выпить, сесть. И всегда возле ресторанов, прямо при входе, находится меню, где можно посмотреть, что этот ресторан предлагает, какие цены. Меню всегда на английском, черногорском и русском языке. Вечером даже подсвечивается. А вот здесь я хотел обратить ваше внимание то, что пицца не на дровах, а вот деревянная пицца. И перевод, видите, интересный. Пойдемте дальше. Тут известный ресторанчик. Три рыбака. Это три брата. Ходят в море, выловляют рыбу. И всегда в них есть свежая рыбка. Можем сейчас с вами посмотрим свежую рыбку. Еще раз повторюсь, возле каждого ресторана всегда есть меню. Камбала. Камбала. Это зубатка. Камбала прям большая. А это Сан-Пьер. Драв-драва. Здесь маленькая рыбка. Есть каракатица. Есть барабулька. Лиц. Дорадо. Вот огромнейшая зубатка. Есть сибаз. Есть шкарпина. Вот она, шкарпина. И сладости. А это уже второе кафешка. Скорпион называется. Тут, если ребенок немножко капризничает, можно купить ему игрушку. Или мороженое. Видите, студию апартаменты. Можно арендовать. Студию апартаменты. Мы арендуем. И сразу от них выходим и на море. Хоп. Пазанчиком классно сделали стульчик. Сидишь, пьешь и наслаждаешься видом. Здесь можно приобрести пляжный инвентарь, полотенце, сумочку, маску для ныряния, надобные круги, зонтики, подстилочки и туристическое агентство. Куда поехать, за сколько на экскурсии. На автобусе. Вот здесь пиццерия. Не вена. Пиццерия не вена. Можно к ресторанам даже причалить на лодочке. На яхты сюда трудно зайти, потому что мелко. А вот на маленьком глистере лодочки спокойно можно причалить. На машине можно сюда заехать. Парковка здесь, скажем так, она относится к местным жителям, кто здесь живет. Там шлагбаум стоит. Если вы говорите, что вы живете здесь в апартаментах или в отеле, то шлагбаум вам поднимать, и вы спокойно можете на машине заехать сюда и оставить ее здесь. Каждый ресторанчик, вот он ресторан Аппетит, имеет свое меню. Цены на еду и напитки. Вы можете сразу не заходить, постоять, посмотреть, что они предлагают, что сколько стоит, и тогда уже решаете, будете вы здесь кушать или нет. Вот он черненький такой, большой. Видите, это четыре звезды. Тут же их ресторанчик. Парними огромные, как ананасики. Пойдемте отсюда посмотрим на пляж, на набережную. Как это все выглядит. Видите, какое мое чистенькое. Рафаиловичи. Вот отсюда идут Рафаиловичи и уже пошли бечичи. И за этой горой начинается будва. О, человечка нырял. Может что-то словил. Рыбку. Осьминожка. С баллоном, как положено. Я тоже ныряю, но без баллона. Это ресторанчик называется Шеф, где можно тоже рассмотреть. Смотрите, апартамент для Монако. Здесь сейчас сегодня с вами на галистый пляж Рафаиловичи. Скажем так, не в сезон зимой, скажем так, например, с октября, с конец сентября до конца мая месяца можно спокойно сюда на автомобиле заехать. А потом уже ставить шлагбаум. И могут заезжать те, кто в ресторанах работают, а живут в апартаментах. Потому что, видите, сами места очень мало. Где оставить автомобиль, чтобы его припарковать. Здесь как раз возле этого галистого пляжа есть такие мысы, где можно пофотографироваться. Рифы. Здесь пляжный бар. Прямо сейчас смотрю, очень много автомобилей. Вот вижу Черногория. Вот ниш Сербии. И вот биг Боснии-Герцеговина. А вот Будда, Черногория. Пляжный бар. А вот пляж. Видите, пляж галистый. Тут гальку даже можно найти зеленую. Вот как бы платный пляж, где вы берете лежаки и зонтик бесплатно. Где лежаки и зонтик берете за денежку. А вот бесплатно. Пойдем спустимся к морю. Смотрите, галька. За счет этих камней море берет такой бирюзовый цвет. Видите, галька зеленая. За счет гальки, пляжа, вот море вот такое. Пляж получается такой прозрачный, как стеклышко. Здесь переодевалочка. А вот туалет находится в ресторанчике. Вот здесь везде объявление есть, с чем можно заходить, с чем нельзя заходить, с питомцами своими нельзя, на автомобиле нельзя заезжать, на скутере тоже со своим шампунем мыться и так дальше. Палаткой. А здесь как раз объявление, что сколько стоит. Вот два лежака и два зонтика. Два лежака и два зонтика. На первой линии 10, вторая линия 7 и третья линия 5 евро. Пойдемте дальше. Летом всегда хочется возле пляжа взять мороженое. Оно и как раз освежает очень хорошо. Главное взять его не очень сладкого, чтобы не было приторное. Свободное. Легкое, как может пломбирчик, ванильненький, сливочный. На таких пляжах, вот видите, можно там поднять руку, есть еда официант и принесет вам напитки. Пиво холодное, сок, вода, свежевыжатый сок. Можете восклонить на сон, можете заремнуть. А если не хотите спать, то скажите, можно на одной экспресс? Или в море просто идти укунуться, чтобы не заснуть. Сейчас посмотрим еще один пляж здесь. А дальше у нас идет туннель. Туннель у нас соединяет Рафаиловича и Каменного. Там идет сразу следующий пляж Каменного. Вот здесь, видите, такой как дикий пляж на камнях. Ребята, будем здесь сейчас с вами прощаться. Я вам показал пляж и набережную Рафаиловичей в Общенной Будве. Потом идет у нас туннель. В следующем эфире буду вам показывать пляж Каменного, где туннель соединяется Рафаиловича с Каменовым. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И до новых встреч, ребята. Я вас жду в Черногории. Давайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok